Приветствую вас! Рискну предположить, что ваш страх, он во многом надуман, потому что ничто не подтверждает тот факт, что вы можете быть правы в отношении молодого человека и всей ситуации в целом. Но давайте попробуем немножечко помочь вам рационализировать то, о чем вы пишете. По сути, есть два, на мой взгляд, ключевых момента, которые для вас являются негативными, резко негативными. Первый момент – это то, что любимый человек уехал в командировку. То есть вот сам по себе факт вашего с ним расставания – это уже травмирующий для вас. То есть, да, командировка – это всегда тяжело. Но далеко не каждый человек может спокойно относиться к тому, что твой любимый уезжает куда-то и какое-то время проводит там. Но обычно люди используют это время для того, чтобы заниматься собой, чтобы предъявлять какие-то свои цели, реализовываться. В общем, грубо говоря, жить. Это если не происходит растворение в другом человеке. Из-за того, что вы тяжело переживаете в командировку, можно сделать такое предположение, что как раз-таки вот вы-то и растворяете в человеке. То есть, без него вы не можете. Воникает вопрос. Почему? Воникает вопрос. Что мешает вам лично для себя что-то делать? Почему вы акцентируете своё внимание на любимом мужчине, который, да, важен, но кроме него есть ещё и вы. А благодаря такому поведению вы теряете свою свободу. Следующий такой наш небольшой моментик будет заключаться в том, что вы же не можете повлиять на объект мужчины. Не можете. Соответственно, можно говорить о том, что это событие неизбежно. Раз оно неизбежно, из него можно извлечь пользу для вас с тем, чтобы использовать это время для себя. Для чего-то, что нужно вам для, не знаю, для достижения каких-то целей, для развития, для освоения культурных ценностей, для формирования каких-то своих личных желаний, для их реализации и прочее. И вот здесь важный момент с осознанием своих потребностей. Для чего вам так сильно нужен мужчина рядом с вами? Почему вы не можете без него настолько сильно? Если вы знаете, что поехал он по делам, что выбора у него не было, что это его работа и так далее. Постарайтесь с этим моментом определиться, что вам очень-очень это нужно и это ключевой момент для вас. Следующий аспект заключается в том, что вы переживаете по поводу того, что он не хочет больше быть в отношениях. Здесь также все не совсем одностачно. Знаете, если у вас были проблемы раньше в отношениях, и он уехал, имея с вами проблемы, да, имея проблемы с вашими отношениями, то расстояние поможет ему определить для себя, нужны ли ему отношения с вами или нет. Если же проблем не было и вы переживаете только потому, что он не выходит на связь, то, соответственно, ваше неуверенность в себе. То есть, почему вы воспринимаете его нежелание выходить на связь, как нежелание вообще с вами встречаться? Может быть, у него нет возможности с вами поговорить, может быть, у него нет возможности вам позвонить и так далее, и так далее, и так далее. Вы постарайтесь себе подчеркнуть, задавать вопрос Отношает ли отсутствие связи с молодым человеком Так что он не хочет больше с вами встречаться А если и да То так ли это сильно на вас влияет Ну если он не хочет с вами встречаться Значит он понимает, что с вами ему не по пути Он понимает, что с вами ему не очень хорошо Но вы позвольте человеку быть тем, кто он есть Вы позвольте ему жить так, как ему хочется А себе как раз таки Тоже позвольте быть той, кто вы есть И если вы переживаете о том, что он не хочет с вами отношений Только потому, что вы что-то для себя потеряете То, простите, это что-то может получаться настоятельно А если вы беспокоитесь о том, что проблемы, которые между вами есть Вас отдалят еще больше То здесь смею вас заверить При наличии взаимной любви и взаимных чувств друг к другу Проблемы за время разлуки уйдут Они просто испарятся Их не будет Но зато сами чувства Станут только сильнее И это то, что вам сами следует для себя Понятно Пожалуй, на этом можно закончить Мне бы хотелось отметить также и то Что ваш страх Это явление мистическое Вы постарайтесь под счастье одергивать себя Не позволяйте себе погрязнуть в этой пучине Ваших субъективных представлений о том Что значит то или иное событие Старайтесь больше думать о себе Старайтесь больше заниматься собой Используйте то время, которое у вас сейчас есть без молодого человека Для себя его используйте Ведь это очень важно Это позволяет вам быть собой А раз это позволяет быть собой Значит и молодой человек будет обращать на вас гораздо больше внимания Ведь привлекает именно тот человек, который больше думает о себе Привлекает тот человек, который обладает большей степенью самобытности А вы таким образом и таким поведением Это, к сожалению, теряется На этом все Надеюсь, что помог вам Надеюсь, что вы будете меньше переживать Спокойно найдетесь его из командировки Не будете устраивать ему всем ревности Пока он находится где-то в другом месте Потому что тут ничего хорошего не приведет А когда он приедет, вы смогли бы спокойно поговорить И все свои проблемы решить Если у вас остались какие-то вопросы Пишите в личику Помогу вам Если вам понравился мой ответ Буду благодарен, если сделаете его лучшим Желаю вам всего доброго и удачи Субтитры создавал DimaTorzok